всем привет спасибо что вы пришли послушать я постараюсь рассказать вам драматичную историю полную крови и ужасов и в конце будет интересная развязка да начинается эта история с того что аутсорсинг не выживет я говорю сейчас абсолютно точно и уверенно дальше вам расскажу почему давайте сначала познакомимся меня зовут дмитрий абрамов мне 40 лет с 92 года я работаю войти так или иначе 14 лет я занимаюсь менеджментом и сейчас я деливери менеджер дает арт финансовой практике как я говорю здесь я работаю с людьми и для людей причем это имеется ввиду как наши сотрудники так и наши клиенты это всегда конкретные люди которые чего-то хотят мы работаем про людей для людей людьми я люблю когда работа много основная тема старта моей презентации про то что скорость изменений на рынке растет на финансовых рынках эта скорость очень сильно заметно и сейчас я объясню почему что такое финансовые рынки когда мы говорим financial markets мы имеем ввиду вполне конкретные вещи вообще этих много часто люди думают когда говорят финансы что это банки нет это не только банки банки здесь есть они сидят вот в этой графе и эта графа состоит не только из банков это рынке капитала там где люди дают друг другу много денег в долг это рынке товаров таких как там нефть зерно сталь что угодно это краткосрочные денежные рынки туда относятся и банки это деривативы это фьючерсы это обмен валют это межбанковские всякие кредиты то есть это очень большой рынок немного бизнесов они очень разнообразны многие из них делают сразу несколько вещей на рынке фактически все каждый бизнес финансовой области оперирует тремя вещами деньгами понятно мы деньги берем даем продаем оборачиваем это непосредственно связано с временем потому что чем больше за единицу времени мы эти деньги обернем тем больше мы получим прибыли стоимость транзакции это одна из важных ключевых одна из ключевых вещей которые характеризуют эффективность бизнеса финансов почему потому что когда у нас есть много денег у нас есть какое-то время в течение которого мы эти деньги успеваем обернуть вопрос сколько нам это стоит если мы смогли какую-то финансовую операцию сделать дважды в день и стоимость каждой нашей финансовой операции 10 часов по времени например и 5 процентов от суммы в виде комиссий то не факт что это будет эффективно стоимость транзакции это страшно важно это характеризует эффективность бизнеса чуть ли не в первую очередь за стоимость транзакции бизнесы борются теперь я расскажу о том кто конкретно давит и каким образом на финансовый бизнес и сейчас здесь на самом деле все просто есть такой прекрасный человек майкл портер он говорит что на каждый бизнес в мире давит 5 сил это новые игроки которые входят на рынок и начинают предлагать услуги это покупатели которые чего-то хотят и требуют от своих поставщиков это замены то есть кто-то кто приходит и может вас заменить на этом рынке это поставщики которые говорят что мы каким-то образом влияем на то как вы работаете можем задержать вам поставку можем поднять цены можем уйти с рынка вы останетесь без своего поставщика и это конкуренты вот эти все штуки финансовых рынках сейчас очень очень сильно давят на каждый бизнес почему потому что финансовые рынки сейчас подвержены серьезным изменениям очень много вещей происходит которые заставляют суетиться всех эти вещи перечислены на этом слайде они не все конечно значит я называю это тектоническими процессами почему потому что в глубине того что мы видим снаружи под тем что происходит снаружи есть всякие большие изменения они в основном технологические то есть на в наш мир приходят новые технологии они каким-то образом меняют то как люди работают как они живут как они делают бизнес и меняется поведение бизнесов и поведение клиентов то есть на рынок приходят новые игроки например 20 лет назад никаких электронных платежей не было сейчас у нас есть paypal сейчас у нас есть уже 28 конкурентов paypal а и каждый день появляются новые никакого биткойна 20 лет назад не было 50 лет назад если кому-то рассказать про биткойн люди бы упали в обморок или сказали бы что-нибудь нехорошее смена платформ и способов взаимодействия у нас каждого есть телефон есть у нас конец человек без смартфона в этой комнате 10 лет назад в этой комнате сидела бы 90 процентов людей без смартфона 20 лет назад в этой комнате сидели бы люди и ни у кого из них не было бы телефона это очень просто 20 лет это мизерный срок это нисколько 10 лет это еще меньше потребитель начинает быть мобилен люди говорят банк я не пойду в банк зачем у меня банк в телефоне я не пойду в магазин у меня магазин в интернете я не поеду в турагентство я сюда зайду и нажму кнопку ко мне само все приедет и я это сделаю в любой точке мира не для того чтобы работать не нужно сидеть в офисе не для того чтобы пользоваться услугами банка не нужно туда ехать и так далее и тому подобное потребитель не будет приходить туда где его ждет бизнес рынки становятся глобальными это значит что я могу пользоваться paypal ам будучи в украине человек в штатах может пользоваться paypal ам будучи в штатах более того все мы знаем uber во львове он тоже открылся да если у вас есть аккаунт uber и к нему привязана карта вам не нужно думать о том где в какой стране вы находитесь как им воспользоваться uber везде одинаковый если он здесь есть вы открываете приложение грите я хочу туда ехать и едите все все остальное от вас скрыто это значит что рынок глобален вы не думаете о том как uber работает в конкретной стране какие он там комиссии платит как он договариваться с водителями налоги там бухгалтерия вас не волнует у вас есть глобальный сервис увеличение диапазона используемых платформ платформ становится больше почему потому что старые никуда не деваются то что работала на рынке 20 лет назад она и сейчас работает и то что 10 лет назад написали новое она сейчас продолжает работать но каждый год приносит что-то новое люди разрабатывают какие-то новые продукты запускают их и все эти штуки работают параллельно вот в бизнесе если взять большой финансовый бизнес не знаю каких-нибудь товарищей которые управляют активами для своих клиентов у них в их как называется в их зоопарке до в их зоопарке решений может быть одновременно там 50 платформ некоторые из них платформ были сделаны 40 лет назад и все это каким-то образом живет то есть бизнес вынужден жить одновременно на 40 платформах legacy legacy это значит что те платформы которые были сделаны 40 лет назад они уже не поддерживаются по ним нет живых людей которые их видели никто не знает как их обслуживать и так далее и тому подобное поставщики давят на бизнес и за счет смены стоимости поставщики говорят слушай ну это дороже у нас тут люди дорожают и технологии очень сложные и и все такое мы хотим больше денег или чаще денег или там нужно лицензию заплатить как кому-нибудь какую-нибудь в общем да дайте денег стоимость владения платформой повышается это не значит что поставщик говорит вот вчера стоило 100 сегодня 120 это значит что платформа теперь требует не только покупки лицензии но и обслуживание там специалистов периодических каких-то там не знаю тестов security чеков чего-то еще чего раньше не было раньше этого не было и стоимость владения платформой для бизнеса растет все это приводит к тому что стоимость транзакции на рынке постоянно падает рынку все дешевле оперировать деньгами если двести лет назад для того чтобы кому-то передать 100 долларов сша нужно было нанять фургон в нем поставить сейф посадить туда несколько людей там и они там скачут куда-нибудь с этим дилижансом две недели охраняя там друг друга от нападений точнее до охраняя сейф от нападений то сейчас для того чтобы сделать то же самое нужно нажать одну кнопку и заплатить ноль ноль один процент и от суммы это практически не зависит можно сделать wire transfer на миллиард долларов заплатить какой-то процент и другой бизнес их получит вдумайтесь в это как можно было заплатить миллиард долларов начале двадцатого века для этого нужно было оформлять бумаги нужно было куда-то ездить договариваться там где-то были какие-то серьезные там проверки там и так далее сейчас для этого ничего сделать не надо стоимость транзакции на рынке падает почему это происходит потому что есть тектонические процессы есть новые технологии которые появляются и позволяют всему этому происходить есть сети есть глобальный доступ есть мобильное устройство в каждом кармане есть автоматизация операции то есть звоня в большой бизнес в их колл-центр вы сейчас можете говорить своим человеческим голосом с роботом и он будет вас понимать в украине это еще не очень хорошо видно но например те кто бывает в штатах прекрасно знают что можно позвонить в поддержку не знают тима байл и в тима байл с тобой говорит робот прекрасным человеческим голосом говорит скажите чего вы хотите и ты говоришь ну а он говорит ягод здесь понял а здесь не расслышал повторите пожалуйста еще раз из третьего раза когда наше произношение моё плохое произношение начинает позволять ему понять он меня понимает и идет дальше там нет живых людей робот меня слушает и понимает big data навязшая в зубах чуть дальше про нее расскажу cloud technology мы не должны теперь владеть серверами все что нужно это деньги то есть если я хочу запустить сейчас банк блажь такая у меня есть да я пошел получил лицензию там так далее так далее ну хорошо давайте банк не будем это сложно регулируемая регулируемая штука я хочу запустить какой-нибудь бизнес который будет обслуживать клиентов и делать какой-нибудь сервис в интернете мне нужно покупать железные сервера и даже в дата центр идти и арендовать какие-то стойки тоже не нужно есть облака я купил что-то на амазоне завел аккаунт и там все это разверну или свернул вот и клауд позволяет делать все это быстро роботизация новые роботы тоже делают много интересных вещей на рынок финансов это пока влияет мало но скоро будет влиять много когда машины станут автоматически управляемыми потом может быть самолеты станут автоматически управляемыми это будет влиять на скорость оборота капитала во многих очень капитал оемких областях но все не так просто здесь я вам показал что картинка достаточно сложна что на рынке меняется одновременно все вот в этой схеме изменения происходят в каждом сегменте покупатели меняются поставщики меняются приходят новые игроки появляются замены то есть банкам сейчас например тем самым банком угрожает много чего то есть мне не нужно быть пользователем банка чтобы совершать платежи зачем я могу по и палом пользоваться или чем-то еще мне не нужен банк конкуренция тоже растет то есть давление сразу во всей системе неразбериха очень большая более того неразбериха усиливается за счет того что некоторые технологии приходят не по одному разу на рынок то есть если посмотреть на big data на machine learning блокчейн клау технологии все эти штуки уже были с нами все помнят что там не знаю 6-7 лет назад про big data был большой хайп все говорили о big data big data там сейчас вот начну там в медицине анализировать там финансах фейсбук будет страшные данные наши собирать и все такое да но есть вот этот цикл технология приходит на рынок делает пилотные запуски бизнеса с ней оказывается что все это страшная катастрофа потому что бизнес кейсы не взлетели никто этого не понял применять не можем монетизация не происходит технология уходит назад в r&d и когда новые бизнес кейсы через несколько лет появляются происходит новый прорыв на рынок и новый виток соответственно для тех кто занимается бизнесом и принимает решение возникает дополнительная путаница это первый приход блокчейна на рынок когда все облажались с ним или второй это то big data которая вот который никто никуда не мог применить или это уже новая big data которую мы уже умеем применять не знаю то есть ну человек который сидит и управляет огромным бизнесом у которого управление 200 миллиардов долларов например он не знает у него нет для этого данных вот эта вот картинка она показывает так клауд того что составляет хайп до технологии интернет экономик миллиарды потенциал advanced energy и вот здесь посмотрите какого размера слово импакт 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 гигантский то есть когда говорят про какую-нибудь технологию любую блокчейн вот все базворд которые я там говорил перед этим до всегда говорят про импакт влияние импакт это хорошо или плохо импакт надо почитать определение просто с написано что это вещь которая происходит когда один объект силой врезается в другой объект и тут сразу же содержится ответ на вопрос импакт это хорошо или плохо блокчейн делает хороший импакт ну не знаю делает вот так в рынок big data делает хороший импакт но он тоже делает вот так и не делают одновременно с разных сторон рынок лихорадит поэтому каждая большая новая технология которая приходит и и ударяет по рынку заставляет бизнесы испытывать фрустрацию то есть как я уже сказал стоимость транзакции растет значит у конкурентов она растет если мы оперируем на финансовом рынке не растем значит мы медленнее всех еще раз клиенты быстрее а мы нет бизнесы сражаются за то чтобы бежать быстрее второго охотника это знаменитый анекдот я очень люблю когда два охотника убегают от разъяренного медведя вот и один из этих охотников говорит второму слушай мне кажется как-то медленно бежим мы горит так от медведя не убежим а я говорит не хочу второе ему отвечает я не хочу бежать быстрее медведя я хочу бежать быстрее тебя и вот здесь ровно та же самая ситуация бизнесы сражаются за то чтобы бежать быстрее второго охотника потому что нельзя быть там не надо быть самым быстрыми надо ставить себе какие-то специальные там ориентиры сдохнет тот кто самый медленный давайте не будем самым медленным поэтому все смотрят вокруг что происходит новые технологии конкурент что-то сделал они что-то делать на блокчейне нам тоже надо они что-то делают с бигдата нам тоже надо а у них какой-то новый продукт наверное нам тоже надо а как они это применяют давайте тоже подумаем бизнесы оперируют именно таким образом а здесь есть еще некоторые другие тенденции если посмотреть на заголовки здесь написано сложно разобраться самим и дальше собственно почему сложно разобраться самим почему бизнесу сложно разобраться в новых технологиях и в том как их применять потому что сложность продуктов из тека платформ растет очень быстро я сказал вначале что большой бизнес может оперировать одновременно 40 решениями 40 платформ находятся у них в зоопарке они как-то между собой вот так взаимодействует тут рядом блокчейн там бигдата тут конкурент в клауд пошел еще что-то но айде чё с этим делать стратегию выставить выстроим стратегию 40 систем как-то уравновешены новые технологии появляются сколько у нас времени на то чтобы погнать конкурентов непонятно нет таких людей которые могут успеть вникать и разбираться их не существует таких ну сверх людей и самое интересное что держать у себя команду разработчиков больше недостаточно 20 лет назад 30 лет назад 30 лет назад давайте возьмем будет более интересно у банка был какой-то маленький продукт там были какие-то сервера куплены его и бьема на них стояло чего-нибудь где банк считал какие-нибудь свои транзакции сводил счета дел какой-нибудь settlement так делали все финансовые бизнесы и у них сидела какая-то команда там пять человек 20 человек 40 человек в зависимости от размера бизнеса и они закрывали все потребности банка в том чтобы этот продукт допиливать изменять дописывать него новые фичи общаться там с вендором по поводу каких-то проблем и так далее сейчас недостаточно 40 продуктов зоопарке какую команду для этого держать 40 команд держать не хватит никаких денег поэтому бизнесы перестали держать у себя команды разработчиков это произошло какое-то время назад и скоро айти в бизнесе не останется вообще если раньше у них была своя разработка продуктов и собственные сервисы потом какое-то время назад они оставили свою команду которая знает как оперируют главные вещи использовали покупные продукты покупные платформы применяли какие-то свои сервисы внутренние то есть не была своя корка команда которая для своих ключевых пользователей делала сервисы и для покупных продуктов использовались покупные сервисы то сейчас прямо сейчас бизнес оставляет у себя доменных экспертов единицы единицы людей в большом бизнесе знает как работает этот бизнес и к ним все ходят за советами включая больших боссов боссу не обязательно знать как конкретно оперирует какой-нибудь там трейдинг у него есть специальные люди высокооплачиваемые для этого трое к этим троим людям ходят все к ним ходим мы как поставщики услуг к ним ходят внутренние стейкхолдеры к ним ходят боссы игра слушай а как все это хренатень работает как мы еще торгуем эти три человека которые называются там квантами например они рассказывают как покупные сервисы и покупные продукты своего больше ничего нет бизнесу нужны только доменные эксперты и деньги и намерения больше ничего да ну а а в чем проблема то ну нет никакой проблемы только в том что у бизнеса намерение трансформироваться есть он говорит мы хотим бежать быстрее второго охотника на рынке происходят изменения а своей команды для того чтобы эти изменения сделать у него нет у него есть доменные эксперты которые говорят как они трейдинг делают на рынке не к кому пойти то есть если мы скажем что у бизнеса нет поставщиков то бизнес останется с большой проблемой у него есть конкуренты которые развиваются есть новые технологии которые входят на рынок у него есть потребность бежать быстрее второго охотника а инструмента чтобы эту потребность реализовать нет сложность растет своих команд в бизнесе нет айти экспертиза очень дорогая и нет возможности содержать собственную систему здесь назвал управление производством продуктов давайте назовем это гавард нанс айтишники сейчас очень сложные то есть у айтишников есть какие-то давайте возьмем простой случай скрам мастера скрам мастер сейчас известен наверное большей части скрам известен большей части людей сидящих в этой комнате если прийти сейчас к любому финансовому бизнесу сказать слушай давай мы тебе сделаем скрам скажешь что а скрам это очень понятно а ведь есть еще многие другие вещи вот аня рассказывала прекрасные штуки про то как делать продукты есть там продакт менеджеры да есть икс дизайнеры есть архитекторы есть сложные всякие роли процессы специальные технологии производства айти продуктов и их обслуживания там перформанс тесты там колите там assurance да там автоматизация тестов и так далее тогда это для очень огромная зона для работы и ничего из этого клиента не знают прийти к клиенту начать его грузить всем этим мы тебе сделаем скрам там будут итерации в итерациях мы будем считать velocity команды burn down он крит что какой burn down чего velocity вот а это потому что они не умеют это менеджер им не нужно а что делают бизнесы бизнес начинают давить на поставщиков они говорят три вопроса основных которые задают чаще всего что сейчас происходит технологиях буквально две недели назад один из наших продавцов в нью-йорке встречался с клиентом за ужином и клиент ему говорит слушай я горит про бигдаду я горит давно знаю и про машин ленин ягод читал во всех этих блумбергах и прочих штуках игрит конкуренты делали облажались пять лет назад но говорит сейчас мне кажется что можно было бы об этом заново послушать потому что горит у нас огромный объем данных который из разных источников мы получаем накапливаются гигантские базы и нет живого человека который мог бы эти данные как-то атрибутировать искать там какие-то паттерны статистику закономерности и мне говорит кажется что сейчас есть какой-то машин лернинг который может как-то с этим разобраться давай об этом поговорим это типичный запрос а что сейчас происходит технологиях нужно клиенту рассказать сделать им презентацию показать вот это есть новое на рынке второй запрос расскажите нам как строить бизнес новых условиях клиент говорит о понял технологии такие есть давайте вместе подумаем какому бизнес-кейсу это дело присобачить потому что мне кажется что я мог бы сделать новый сегмент бизнеса битуби и к нему прикрутить машин лернинг но я хочу понять с вами как будет это работать или нет и третье что хочет клиент несите ответственность за надежность наших операций клиенты больше не говорят мы вам заплатили денег вы нам что-то сделали и и спасибо вам большое до свидания они говорят давайте так вы нам что-то сделали и вы гарантируете нам что все будет работать неважно как саппорт контракт или вы нам почку в залог оставить или еще что-нибудь но вы должны нести ответственность за то как работает наш бизнес это тоже классический запрос вот этот треугольник который у всех навяз в зубах и который в базовой теории project-менеджмента обсуждается бесконечно там где одна сторона одна вершина это качество другое деньги и третье сроки так вот треугольник здесь не актуален потому что клиент больше не говорит повысить качество где вот к этому никак не применимо качество что значит качество снисти цены да при чем тут цены вообще дайте нам больше ресурсов каких ресурсов клиент не покупает у нас ресурсы он говорит помогите нам делать бизнес научите нас новым технологиям сделайте вместе с нами новый бизнес и сделайте так чтобы он работал ни в одном из этих запросов нет ни ресурсов ни качества ни денег и именно поэтому аутсорсинг в чистом виде не выживет он больше не нужен что такое чистый аутсорсинг это когда мы говорим клиенту или клиент говорит нам продай мне 10 человек на 10 человек покупаем по 10 продаем по 20 маржа 100 процентов нормально клиент покупает 10 человек говорит ему им у меня вот тут задачки берите здесь кладите туда люди берут и делают какое-то время эта схема работала кое-где она работает еще и прямо сейчас скоро работать она перестанет прямо сейчас перестает почему потому что клиент не знает какие задачи этим людям ставить и знает у него нет идей то есть он возьмет команду здесь и человек а потом что у него нет governance модели он не знает как делать эти продукты он не знает как применить технологию он не знает как проверить качество я вам только что об этом рассказывал в предыдущих слайдах у него нет своего механизма чтобы ставить этим людям задачи и чтобы эти задачи контролировать чтобы ввести работу этих людей именно поэтому аутсорсинг чистый с рынка уже уходит это торговый автомат венитговая машина венитговая машина и вендор слова однокоренные и не просто так потому что вендор зато кто подает вам понятный товар вы приходите к торговому автомату смотрите ведь о я хочу сникерс нажимайте кнопку вам падает сникерс и там хочу попкорн нажимайте кнопку падает попкорн проблема начинается когда вы приходите к торговому автомату и говорить я не знаю что хочу автомат говорит нажмите кнопку что-то у меня не так автомат говорит нажмите кнопку да вот вот так работали вендоры сейчас так не работает потому что клиенты не знают чего не хотят не знают чего им нужно а не тоже об этом много говорила вендоров больше нет они не требуются компетенции больше не у заказчика заказчик не знает как сделать не знает что выбрать компетенция с нашей стороны это классический пример мы переходим к клиенту садимся с ним с той стороны стола сидят дяди в костюмах которые получают огромные зарплаты они внутренний технический департамент клиента с этой стороны сидим мы те кто делает проекты для клиентов и в процессе разговора выясняется они нам об этом говорят что вы ребята намного более опытные чем мы потому что мы горит работаем вот в этой конкретной структуре 10 лет и видим только ее а вы на рынке делаете проекты для таких как мы десятки раз и те люди которые сидят с вашей стороны поставщики видели очень много таких ситуаций а мы которые сидим с этой стороны видели одну вопрос кто здесь опытней он сам собой отвечает клиенты это тоже понимают компетенция не у заказчика слово требование очень плохое да для аутсорсинга слово требования оно очень важно потому что когда мы продали кому-то команду из десяти человек люди садятся ровно за столы смотрят в глаза заказчику и говорят ну говорите что делать требуйте заказчик требует люди работают перестала быть актуально потому что заказчик больше не гречу работать давайте где разберитесь делайте отребования где сейчас в некоторых командах и в некоторых проектах когда люди говорят слово требования мы начинаем сильно беспокоиться мы идем к этим людям и говорим слушай вот в этом проекте с этим заказчиком если ты говоришь слово требования то что то не так либо ты не понимаешь как мы работаем либо заказчик не понимает как мы работаем либо у вас там вообще какой-то булшит происходит но мы от заказчика здесь ничего не требуем потому что мы знаем больше чем он как мы можем сказать расскажи нам как сделать там вот этот бизнес-процесс да не знает он ему нужно предложить сказать вот вариант такой вот вариант такой вот вариант такой пользуясь методиками в том числе теми которые рассказала аня пусть он выберет из этих вариантов если ему ничего не понравится значит нужно как-то с ним еще дальше работать но требовать от него бесполезно более того требования ожидание требования заказчика это давление вот я надо предыдущих слайдах показывал что у клиентов осталось очень мало экспертов которые знают как работает бизнес представьте себе в огромной компании какой-нибудь хедж фонд в управлении которого небольшие по меркам допустим соединенных штатов деньги 70 миллиардов долларов например по меркам украины нормальные деньги работают три человека которые понимают как работают все operations больше нет больше не нужно эти три человека отвечают всем на вопросы как как сделать как оптимизировать как написать систему как ее проверить как запустить новый какой-то продукт вот эти эксперты владеют этими знаниями соответственно их работа заключается в том чтобы отвечать на вопросы внутри бизнеса внутри бизнеса это их full time job они этой работой заняты на 90 процентов своего времени остальные 10 процентов пьют кофе и когда к ним приходим мы как поставщики сервисов и говорим ну вот тебе бизнес аналитик хоть тебе еще другой бизнес аналитик вот тебе там тим лид по техническим вопросам вот тебе x эксперт и все эти четыре человека будут специально заточены по то чтобы задавать тебе вопросы и снимать с тебя требования этот эксперт начинает впадать впадать в панику подождите чуваки я и так фултайм работаю на то чтобы отвечать на вопросы а вы сейчас еще поставите 4 человек чьей работой будет задавать мне вопросы не надо я боюсь и соответственно слово требования перестает работать нужно начинать разбираться в бизнесе начинать самим уметь отвечать на те вопросы которые на которые раньше отвечал клиент и более того чтобы отвечать за операции другого бизнеса чтобы адресовать вот эту просьбу несите ответственность за надежных наших операций нужно быть партнерами с бизнесом но если мы с ним никак не дружим то каким образом можем отвечать за его операции да это вы там что-то облажались мы нормальную систему написали вон тесты были зелененькие вы acceptance подписали нормально все было ну и разбирайтесь что там у вас не работает а вот если мы с бизнесом партнеры тогда да тут возникает ответственность мы хотим ему помочь хотим что-то с этим сделать для того чтобы быть партнерами нужно как минимум доверять друг другу нужно каким-то образом участвовать в судьбе друг друга и делиться сокровенным многие люди это знают да что в быть хорошим партнером нужно быть откровенным и доверять друг другу это про то куда нужно идти аутсорсингу теперь если посмотреть на то как и выживает аутсорсинг тот который еще есть в украине на самом деле его еще много вот в том что я рассказываю этот тренд этот тренд который прямо сейчас ломает хребет аутсорсингу аутсорсинга еще много потому что это очень удобно около 10 человек продали 10 человек, заработали какую-то копейку очень удобно, не сложно, предсказуемо вопрос в том что не нужно скоро будет аутсорсинг в украине очень трудно переживает эти трансформации в середине как мы видим много боли почему потому что у людей нет сервисной ментальности и людям вот тем вчерашним 10 человеком которых мы продали посадили перед заказчиком и сказали требует от него требования он тебе скажет что делать а ты сделаешь сегодня нужно говорить люди вы должны знать бизнес заказчика вы должны стать на хрена мы здесь вы должны знать на хрена заказчик делает свой бизнес зачем он вообще нужен если его убрать завтра что станет с рынком если вас убрать что станет с заказчиком если не делать тот продукт который вы делаете что произойдет все эти вопросы сейчас должен знать каждый разработчик ладно джун можете знать но миду уже должен знать люди старше разработчика с медловым с медловой квалификации должны знать это ну просто иначе нет смысла работать вопрос на хрена мы здесь вот зачем я сижу за этим столом зачем я делаю свою работу это базовый вопрос и на него ответить могут не все это в том числе тоже сервисная ментальность нет доменных знаний в украине нет доменных знаний по финансовым рынкам это так есть 200 человек которые где-то там пересекались когда-то работали с большими финансовыми организациями они представляют как они работают как работают трейдеры как работают хедж-фонды как работают аукционы как работают инвест банкиры что такое деривативы что такое там всякие кредитные свопы и прочее и ну 200 человек больше нет постепенно появляется больше но в данный момент их серьезный дефицит дороз зарплат я потом затрону рынок открыт рынок айти ресурса в украине открыт и за людей идет битва наши люди хорошие то есть наши специалисты хорошие отличные специалисты у них все в порядке с головой у них прекрасное базовое обучение и не очень хотят работать по сравнению со многими другими вещами у нас страна несмотря на то что вот относительно некоторых стран она южная все равно на северная и зимой тут холодно и прожить на улице тяжело поэтому люди любят работать получать за это деньги и все такое рынок открыт в том смысле что в украину сейчас заходят большие игроки и большие игроки хотят нанимать наших людей у вас хорошие люди и денег они пока еще ну более-менее разумных просят меньше чем в нью-йорке купить специалиста пока еще вот и они их нанимают дефицит происходит зарплаты растут зарплаты растут относительно того что было в украине то есть если посмотреть на тренды по компенсациям людей то за последние пять лет там такой график достаточно впечатляющий во первых это происходит из-за того что люди знают что они качественные во вторых они умеют смотреть по сторонам они видят что рядом есть другие люди они перформят хуже прекрасные люди из индии прекрасные люди из украины это немножко разные люди вот и люди которые могут специалисты которые могут сложить два и два они говорят подождите ну наверное я стою дороже чем такой же специалист из индии потому что я посмотрел как он и как я я примерно знаю средние зарплаты по индийскому рынку наверное стоит дороже да но проблема в том что другие рынки дешевле индия дешевле азия дешевле и более того британия начинает быть дешевле то есть аутсорсинг испытывает большую проблему большую боль из-за этого ты говоришь клиенту слушай купил меня там не знаю синер дат над девелопера который где-то там когда-то работал с финансами и чего-то про финансы знает вот за столько денег а клиент не говорит слушай а я в бирмингеме дешевле найму нахрен мне твой человек если я тут у меня там нормальный нативный english спикер и дан эти вопросы приходится отвечать то есть нужно аутсорсинг в модели аутсорсинг ответить на эти вопросы очень сложно почему нужно найти нашего человека почему надо нужно продать украинца не человека из бирмингема но если мы говорим про аутсорсинг то не почему нет ответа если мы говорим про консалтинг и сервисную модель там есть ответ можно почему потому что мы умеем сервис а те кто занимается чистым аутсорсингом они еще не умеют мы умеем делать для вас бизнес а те люди еще не умеют мы лучше что делать что делать аутсорсингу делать сервисную ментальность воспитывать ее это очень тяжело очень трудно поверьте мне я очень много работаю с людьми и у них очень большое сопротивление по этому поводу происходит потому что соблазн работать дайте мне требования скажите мне как делать он очень велик вот и чтобы этот соблазн преодолевать нужно очень много работать нужно зарабатывать экспертизу в бизнес доменах нужно строить сервисы нужно выходить на партнерство с клиентами для всего этого нужно иметь взрослую governance model то есть взрослую систему управления качеством проектами людьми которые каким-то образом внутри компании все это связывает очень тяжело будущее но не знаю маленьким аутсорсинговым стартапом вот например я персонально решил сделать маленький аутсорсинговый стартап приехал в город какой-нибудь не знаю куда винницу там она уже есть какие-то конкуренты да я приехал винницу говорю ребят сейчас мы тут соберем команду будем делать аутсорсинг команда собралась я говорю нет аутсорсинг не работает будем переходить в сервисную модель мне придется очень много объяснять людям и контролировать их работу я в одиночку с этим не справлюсь для того чтобы реализовать все вот эти шаги меня одного не хватит мне нужно садить каких-то менторов мне нужно садить каких-то менеджеров которые будут смотреть за этим сажать да спасибо вот которые будут заниматься контролем за производством будут рассказывать людям как делать будут отвечать на сложные вопросы будут заниматься философией производства и так далее и для маленького бизнеса это очень тяжело посадить несколько высокооплачиваемых людей которые будут следить за качеством и воспитывать маленькую команду ну неподъемно большие бизнесы в этом плане легче и большие бизнеса могут позволить себе содержать в эту вот governance model это антипаттерны здесь перечислены чего не делать не быть поставщиком тушек потому что продавая тушки мы обманываем себя сейчас и уже начинаем обманывать клиента мы говорим чувак бери наших специалистов клиент который сам еще не очень зрел может быть берет наших специалистов садится с ними а потом начинается коллапс мысли хочу делать то ну вот есть специалисты они умеют писать код а я не знаю что им сказать заканчивается драмой не пытаться делить команду на нас и их если мы работаем с заказчиком то мы вместе делаем продукт для какого-то бизнеса который мы вместе будем обслуживать если мы говорим вот эти гады что-то там не понимают а хотят чтобы мы то сразу же вот это партнерство разваливается самого начала не спрашивать требования требования спрашивать становится бесполезно не надо спрашивать требования они об этом тоже рассказала нужно помогать бизнесу клиента интересоваться что он делает на хрена он делает на хрена мы ему ему нужны ключевые вопросы думать о деньгах в последнюю очередь ну нельзя совсем не думать и деньгах глубокая мысль я ожидал какой-то реакции Да, нельзя совсем не думать о деньгах, но предлагаю думать о них в последнюю очередь Почему? Потому что если мы клиенту помогли, сделали для него новый бизнес Или оптимизировали его бизнес, он увидел какой-то value в этом То деньги будут, нормально все Когда клиенты довольны и они видят, что мы им сделали что-то новое Они сами говорят, не забудьте себе заплатить, пожалуйста Вот там люди у нас, они занимаются деньгами Скажите, сколько там все будет Вот не надо А если с самого начала говорить, клиент пришел и говорит Слушайте, нам нужна помощь в сложном вопросе Мы не знаем, как разобраться с блокчейном или еще что-нибудь Как его внедрить в нашей системе продаж ценных бумаг А мы говорим, ну слушай, это, во-первых, тебе будет стоить А во-вторых, мы тебя не знаем, поэтому давай мы с тебя предоплату возьмем Ну тут партнерство закончится сразу примерно на второй фразе Да, это ответ на вопрос, как делать То есть здесь написано, что делать Переходить, взрослеть, переставать с клиента спрашивать требования А как? Это вот очень сложный вопрос, потому что для этого, к сожалению, нужны деньги То есть, да, мы можем быть взрослее, мы можем уметь работать с клиентами со временем Мы можем научить наших людей, мы можем быть партнерами Все это требует инвестиций К сожалению, это так Для того, чтобы IT-бизнес сейчас мог догнать изменяющийся рынок Ему нужно начинать инвестировать Потому что мы не всегда с клиентом можем взять предоплату Потому что партнерство не получается в таком случае Мы вынуждены с клиентом участвовать в рисках Потому что когда клиент сам не знает, что он хочет сделать И мы говорим, окей, мы там тебе посоветуем чего-то сделать И с тобой вместе внедрим этот продукт Мы вместе с ним рискуем Вполне может оказаться так, что мы запускаем продукт Я еще скажу одну историю Мы запускаем вместе продукт, он не взлетает И если мы делали какие-то инвестиции в нашу команду Наняли туда каких-то дорогих специалистов Которые помогли этот бизнес развить Выучили какие-то дорогостоящие новые компетенции И так далее, и так далее Вложились в это из расчета на то Что наше партнерство с клиентом в этом продукте Будет продолжаться 5 лет А оно закончилось через полтора года То мы теряем деньги Мы рискуем И для того, чтобы все это работало К сожалению, нужно финансовое обеспечение Вот, увы И это тоже говорит о том Что крупные бизнесы, которые идут в консалтинг Им легче справляться У них финансовая подушка больше Вторая мысль, которая стоит за этой картинкой Что IT будет приходить за инвестициями скоро То есть IT будет решать проблемы финансовых рынков И приходить для этого на финансовые рынки за деньгами Это очень интересно Вот И так это и будет работать Другого способа нет Да, и я обещал рассказать историю Мы делали проект для Продукт Делали для клиента Который Очень хорошо иллюстрирует Все, что я сегодня рассказал Клиент к нам пришел Это огромная компания С очень мощным именем Если я его скажу То Во-первых, все в этой аудитории кивнут Потому что они знают, кто это Во-вторых, меня потом убьют сразу же Потому что это все под NDA Но клиент крупный И клиент к нам пришел и говорит Слушайте Блокчейн Мы знаем, что такое есть Штука интересная Давайте сделаем Продукт, который будет использовать блокчейн Мы говорим Какой продукт? Они говорят Ну мы не знаем Хорошо А в какой области? Ну у нас тут, говорит Есть всякие транзакции Где мы помогаем клиентам Продавать private equity То есть кусочки Части компаний Новым инвесторам Давайте, говорит Там внедрим блокчейн Хорошо А как внедрим? Ну не знаем Сейчас продажа private equity Это очень тяжелая штука Нужно, чтобы люди сели вместе За один стол С одной стороны куча юристов С другой стороны куча юристов Какие-нибудь там адвайзеры Они там договариваются о том Что я хочу продать тебе 10% компании Потом эта сделка обсуждается месяц Потом все подписывают 2 миллиона контрактов Потом расходятся Потом юристы еще полгода разбираются 10% это сколько конкретно чего Когда именно Сколько за это заплатят И какими инструментами И так далее И так далее То есть settlement таких сделок Идет очень долго И это естественно неудобно А давайте, говорит Сделаем все это в блокчейне То есть там все эти контракты Прямо будут с самого начала И клиент просто говорит Я хочу 10% от этой компании Там делается новая транзакция В блокчейне записываются Все игроки это видят Вот все намного быстрее Бумаг подписывать не нужно Сертификатов там физически Возить не нужно В сейфе их хранить не нужно Очень эффективно Окей И мы вместе с клиентом Два года делали этот продукт Создали его Он работал И клиент под него не нашел бизнес кейса Потому что Рынок Про блокчейн знает Рынок говорит Да, ваш продукт очень интересный Мы наверное могли бы в нем работать Но мы работаем по старинке И наши клиенты Частные компании Которые продают друг другу Свои доли Они тоже работают по старинке Мы, говорит Пока вот не умеем Вот это ваша блокчейн Куда Где У меня костюм дорогой Нахрена вам нужен В блокчейне Я не знаю А тут я пришел На митинг Там специальный этаж Для VIP клиентов Мы сели с юристами Все понятно что делать С блокчейном Непонятно что делать В общем не взлетело И клиент не нашел бизнес кейса В итоге они говорят Слушайте, ребята Спасибо Продукт офигенный Вот мы видим Мы бы сами пользовались Но наши клиенты не хотят И мы продукт закрыли Все плакали То есть клиент был счастлив Что мы его сделали Страшно доволен нашей работой Все было хорошо Но продукт на рынок не вышел И это риски Потому что Клиент в это вложился Он потратил сколько-то времени Сколько-то денег У них были определенные надежды Мы с этим связаны У нас были с этим связаны Определенные надежды Все отлично поработали Но не взлетело Это абсолютно нормально Я не знаю 70 или 80% Проектов не взлетает И продуктов тоже Даже когда они хорошо сделаны Поэтому к сожалению Бабло Нужно где-то его взять Чтобы стать лучше И IT бизнесы скоро будут Очень сильно этим озабочены Некоторые уже озабочены Потому что бежали Впереди второго охотника И И Впереди второго охотника Продолжение следует...